Добрый день, друзья! Программа «Час» с Еленой Гордон и я ее ведущая. Тэфи. Дон Кихот и Тургеневская девушка. Рассказ. Зина была на этот раз как-то особенно мила и ласкова. Она восторгалась ресницами своей приятельницы, ее ногами, ее челками, ее прической, ее зубами, словно видела ее в первый раз. — Чего-то ей от меня до смерти нужно, — думала Зоя. — Может быть, продулась в карты? — Ну? А как твой покер? — спросила она, чтобы подвинуть своего друга ближе к цели. — Давно не играла? — Покер? — переспросила Зина. — Ах, я сейчас так далека от этого всего. Я тебе потом расскажу. Она чуть-чуть покраснела, засмеялась и замолчала. — Слушай, Зи, — сказала подруга, — лучше признайся сразу. Новый флирт? — Хуже, — отвечала Зина. И опять покраснела, и опять засмеялась. — Хуже. Влюблена. — Опять что-нибудь новое? — строго спросила Зоя. — Отчего такой сердитый тон? — обиделась Зина. — Ты осуждаешь меня, Зо? Ты не имеешь права осуждать меня, Зо. — Если бы у тебя был такой муж, как у меня, ты бы давно от него сбежала. — Ну что ты болтаешь? — возмутилась Зоя. — Твой Вася — идеальнейшее существо. Умный, добрый, внимательный. И у него такая приятная внешность. Дарю его тебе со всеми достоинствами. — Слышишь, я больше не могу. Я задыхаюсь. — Ничего не понимаю, — недоумевала Зоя. — Отчего ты задыхаешься? — Именно от его достоинств. Муж должен быть прежде всего товарищ, с которым можно обо всем просто и весело говорить, который понимает и флиртик, и анекдотик, и всякую милую ерунду. А ведь этот идиотский Дон Кихот, если бы я ему рассказала что-нибудь не очень почтенное, да он бы глаза вылупил, и его тут же кондрашка бы хватил. Я ему не друг. Я ему не жена. Я для него какая-то уважаемая тетка, которую он не смеет даже в какое-нибудь голое ревю повести. Ну, раз не смеешь, так я пойду с другими, которые смеют. — Зоя хлопала глазами. — Как все это странно. Между прочим, это, вероятно, очень приятно, когда тебя уважают. — Это только так кажется, потому что ты этого не испытала. — Зоя поджала губы. — Надеюсь, ты не так глупа, чтобы обидеться на мои слова, — продолжала Зина. — Скажи, слава Богу, что тебя никто не уважал. Это ужасная вещь. Близкий человек, который тебя уважает. Это прямо свинство. Я молода, я люблю смех, шутку. Ты знаешь, этот болван боится, как бы мне не попала в руки какая-нибудь пошлая княжонка. Он воображает, что я буду страшно шокирована. Прямо не знаю, почему он вбил себе в голову, что я святая недотрога. А ты бы объяснила ему его заблуждение. Ну, зачем же разбивать иллюзии? Если он счастлив, что ему попалась жена по его вкусу, зачем же портить ему жизнь? Гораздо проще устраивать свою частную жизнь по своему вкусу и просить своего милого друга Зо прийти на помощь. Я так и знала, что все к этому сведется. То-то ты сегодня такая ласковая. Что же тебе нужно? Зина поежилась, облизнулась, придвинулась поближе к Зое и шепотком попросила. Помоги мне, Зо. Понимаешь, обидно пропустить такой случай. Вася раскачался, наконец, пойти с каким-то приезжим приятелем пообедать в синема. А я решила ему сказать, что проведу вечер с тобой. Ты согласна? Ты не выдашь? Зоя нахмурилась. Ну нет, дорогая, сказала она. Это абсолютно невозможно. Почему? С негодованием воскликнула Зина. Почему вдруг невозможно? Во-первых, потому, что я не желаю помогать тебе обманывать такого достойного человека, как твой муж. А во-вторых, просто потому, что это для меня неудобно. Вот так, друг, нечего сказать. Почему неудобно? Я сегодня вечером ухожу. Ну так что же? Он может позвонить сюда и узнает, что тебя здесь нет. Чего ради он будет звонить? Да, наконец, мы можем сказать, что пошли в синема. Ах, еще выворачиваться, выкручиваться нет. Я слишком его уважаю, чтобы взять на себя такую гнусную роль. Вот уж никогда не думала, что в тебе столько подлости. С горечью сказала Зина. Если бы ты знала, ни за что не обратилась бы к тебе. Обе помолчали, надутые. А собственно говоря, зачем тебе эти алиби, раз он сам уходит? Сделай вид, что сидела весь вечер дома. И делу конец. А если он позвонит? Скажешь, что вышла опустить письмо. О, какая ты умница! Ну, конечно, скажу, что была дома. Да я ведь и уйду ненадолго. Я обещала только пообедать вместе. Ведь это будет так весело, он такой забавный. Ты не думай. Я очень люблю Васю. Если бы только он немножко больше понимал меня, не разводил бы эту мерехлюндию. Ведь это не жизнь, а какая-то мелодекламация по дуолову арфу, засахаренные звезды. А я люблю жареную колбасу с чесноком. Ну, что мне делать? Пойми, я очень ценю его и ни на кого не променяю, но иногда прямо выть хочется. Ну, а чего он такой? Милый, умный, благородный человек, но ни капли темперамента, не чувствует жизни, не понимает никаких ярких моментов. Она приостановилась, подумала. Да как же, Зоечка? Зо, милая, значит, советуешь просто сказать, что я буду дома сидеть? Зоя сама открыла дверь на его звонок. Он вошел такой веселый, такой бурно радостный, что, казалось, даже стекляшки на люстре зазвенели ему в ответ. Тише, Васька, что с тобой? Останавливала его Зоя и сама невольно смеялась вместе с ним. Так трудно было уйти. Ты себе представить не можешь, говорил он, целуя попеременно обе ее руки. Я придумал для Зины, что у меня обед с приятелем. Понимаешь? Хитро. А она вдруг заявила, что в таком случае проведет вечер с тобой. Как тебе это нравится? Ой, я прямо голову потеряла. Ну, как ты ее отговоришь? Я посоветовала. Ты сначала узнай, будет ли твоя Зина дома. А то проедешься даром и только расстроишься, если не застанешь. Ты, говорю, позвони ей по телефону. Ну, она решила, что так, как будет где-то неподалеку от тебя, так зайдет сама. Вернулась с головной болью и решила лучше пораньше лечь в постель. Значит, все обстоит великолепно. Ну, что за зверь? Радуется, что у его жены голова болит. Ну, разве ты не зверь после этого? Ну, это же пустяки, легкая головная боль. Если бы что-нибудь серьезное, тогда другое дело. Ну-с, а теперь перейдем к вопросу дня. Куда мы едем? У меня настроение очень приподнятое. Прямо разудись плечо, размахнись рука. Зойка! Едем обедать. Едем обедать в какое-нибудь самое расцыганское место. Идет? Ну, живо, шляпу! Подожди, подрумяни мне сначала губы. Тебе? Губы? Что за ерунда? Ну, да. Твоими губами глупая бестолковый гусь. Ух, да чего хорошо жить на свете. Так, между прочим, всегда бывает. Когда людям хочется поговорить, они отправляются в ресторан с музыкой. Музыка мешает, заглушает голоса, приходится по три раза переспрашивать, выжидать паузы, иногда с нетерпением и раздражением. И все-таки почему-то идут беседовать в ресторан с музыкой. Зоя деловито выбрала место поближе к эстраде. Сели. Она с удовольствием и сочувствием смотрела на сияющую физиономию мужа своей приятельницы. Что, кот Васька, рад? О, ужасно рад! У него было выражение лица собаки, махающей хвостом во все стороны. Рад! Было очень весело. Похохотали, выпили немало. Хорошо жить на свете? Очень даже не дурно, ответила Зоя. Почаще бы так. Он промолчал и посмотрел на часы. Что, потянула домой? Насмешливо спросила Зоя. Нет, время еще есть. Я скажу, что мы были в синема, а потом прошлись пешком. Ночь такая чудесная. Вот так чудесная. Дождь, как из ведра. Неужели? Удивился он. Хорошо, что вы обратили мое внимание на это обстоятельство. Ну, так я скажу, что мы зашли в кафе. Одним словом, по вдохновению. Ну, конечно, по вдохновению выходит лучше всего. Да, хотя я раз по вдохновению так наврал, что прямо сам испугался. А она, бедненькая, даже не заметила. Вам кажется, очень ее жалко? Сочувственно спросила Зоя. Он отвел глаза в сторону и задумался. Это чудесный, милый человечек, сказал он. Я ее очень-очень люблю, но мы так мало подходим друг к другу. Ну вот, вы нас обоих отлично знаете. Скажите, можно ли поискать более резкие контрасты, чем мы с ней? Я полноценный пошляк. Люблю нашу маленькую, подленькую жизнь. Я легкомысленный. Живи и жить давай другим. А она, Зина, эта тургеневская девушка, чистая, трепетная. Она вся как насторожившаяся лань. Мне всегда страшно вспугнуть ее. Я всегда на чеку, всегда осторожен, всегда боюсь не брякнуть бы при ней чего-нибудь неладного. Зо, дорогая моя, вы умная женщина. Вы меня поймете. Вы представить себе не можете, как это все иногда тяготит. Как бы я был счастлив, если бы Зина не только любила меня, но и знала, и понимала. Но она никогда не поймет меня и никогда не простит. Я бы даже согласен был на ее неверность. Конечно, мимолетную, несерьезную. Мы бы тогда лучше поняли друг друга и крепче спаяла бы нас на... Чего вы смеетесь? Вы не слушаете моей горькой исповеди? Зоя сдерживалась и не могла сдержать смеха. Подбородок и щеки дрожали, на глаза навертывались слезы. Васенька, милый, прости. Я... Мне сегодня мой дантист рассказывал присмешную штуку. Это, конечно, не имеет никакого отношения. Среди его пациентов есть парочка, муж и жена. Муж вставил себе зубы потихоньку от жены. Жена скрывает от мужа, что у нее фальшивые зубы. Оба просили дантиста не выдавать их. Отсюда масса неудобств. Каждый прячется, запирается от другого, когда совершает свой туалет. Дантист говорит, вот в моих руках наладить это дело. Позвать их обоих вместе и открыть тайну. И как бы это упростило их жизнь. А я не могу. Ну, связан словом. Почему вам вспомнилась эта ерунда? Удивился Васенька. Сама не знаю, весело отвечала Зоя. Ну, а теперь пойдем. Бедная Зинушка заждалась. Тэффи. Страховка. Рассказ. Ресторан был старого стиля, без клетчатых скатерти на столах и региональных блюд в меню. Тем не менее, народу завтракало много, и на узенькой скользкой банкетке сидеть было тесно и неудобно. Закуски были съедены, и теперь, наверное, придется бесконечно ждать, пока подадут идиотская микс-гриль, которая почему-то заказала этот нудный Берестов, вместо жареной утки, которая была в меню и которую так аппетитно едят все вокруг. Да, все едят, а ты сиди и жди в угоду господину Берестову, который влюблен и поэтому старается прыгнуть выше головы. Надоело все это, и, наконец, хочется есть, а не смотреть, как едят другие и как умиляется Берестов. Дуся Брок сердито шевелила вилкой на тарелке колбасные шкурки и шелуху креветок, как собака, которая съела брошенный хозяином кусок и теперь водит носом по заведомо пустому месту, притворяясь, что ищет, и тем указывая хозяину на свое непременное желание получить еще. Лицо у Дуси Брок розовое и курносое, приготовленное яркой подкраской к выражению здорового веселья, очень подурнело от совершенно неподходящего для него выражения обиды и разочарования. «Дорогая», — сказал Берестов, — «отчего вы такая грустенькая?» Он потянул к себе ее руку, чтобы поцеловать, но сердитая Дуся нарочно не выпускала вилку с намотанной на ней колбасной шкуркой. Тогда он оставил эту руку и, перегнувшись, ухватил другую, потянул и чмокнул. Чмокнул и приостановился. «А чего же не те духи, не вортовские, которые я послал?» «Я не люблю вортовские. Ладаном пахнут. Я люблю свои. Герлен». «Ах, боже мой!» — заволновался Берестов. «Ведь я вас так просил. Ну, что вам стоило? Понимаете, Катюша знает ваши духи. Прошлый раз, когда мы с вами были в театре, прихожу домой, а она меня обнюхала и говорит. С кем был? Почему герленом пахнет?» Я говорю. «Дорогая, это твои духи?» А она в ответ. «Врешь. У меня вортовские. Я еще доищусь. Поэтому я и послал вам вортовские, а вы и не хотите. Ай-яй-яй!» «Замечательно все это интересно и остроумно!» — проворчала Дуся. «Я должна обливаться какой-то зловонной массой для того, чтобы не пострадала ваша семейная жизнь. Заставьте лучше вашу дуру душиться приличными духами!» Берестов покраснел, поднял рыжие брови. «Дуся, детка, не надо сердиться! Вам не идет!» Катюша уверяет, что когда Дуся улыбается, она молодеет на пятьдесят процентов. А когда Катюша говорит, так дурнеет на все сто. Ну, оставим это. Скажите лучше, намерены они нас сегодня кормить? Или лучше не надеяться? Не могу же я здесь сидеть до вечера только из-за того, что вам пришла несчастная мысль заказать какую-то ерунду, которую никто из посетителей не ест? Здесь, очевидно, повар не торопится. Придерживается правила, как говорит моя супруга, «Тише едешь, дальше будешь!» Он даже осекся, ибо вдруг увидел перед собой чудище. На чудище была шляпка Дусина и волосы Дусины, масляные желтые локоны, по два над каждым ухом. Не спутаешь. Но нос был уже не Дусин. Он побелел, как мел, и раздулся в ноздрях. Под носом, спускаясь углами вниз, задергались две красные пиявки рта, а над носом по обе его стороны выкатились две круглые серые пуговицы с черными узелками посредине. И все это дрожало, прыгало и задыхалось. — Господи! — ахнул Берестов. — Дусинька, да что же это с вами? — Что со мной? — сипела Дуся. — Со мной то, что это уже превзошло всякую меру, и всему есть предел. Мы здесь сидим не больше четверти часа, и за это время вы минимум восемь раз заставили меня слушать про вашу прелестную жену. Что она сделала, да что думала, да тише едешь, дальше будешь. Что это она сама сочинила, что ли? Старая, замызганная русская поговорка, народная дурь, которую все знают и все повторяют, а я почему-то должна восхищаться, что ваша жена ее произнесла. Одного не понимаю. Если вам так нравятся все ее шутки и прибаутки, отчего вы не завтракаете дома? Зачем пристаете ко мне с ножом в горло, чтобы я пошла с вами в ресторан? Я не хочу. Мне неинтересно. В ресторан выбираете всегда такой, куда никто не ходит. Очевидно, чтобы не встретить знакомых. Сидишь, ждешь четыре часа какую-то жареную ерунду. Не перебивайте меня. Ерунду вашего изобретения, от которой еще заболеешь. И вдобавок изволь слушать анекдоты из жизни его великой жены. Да что я, налилась, что ли? Не смейте перебивать, когда я говорю. Впрочем, мне больше нечего говорить. Она глотнула вина, откинулась на спинку стула и сказала вдруг просто и грустно. Поймите, дурак вы несчастный, что я когда-то готова была полюбить вас. Вы сами все испортили. Дуси, дорогая, забеспокоился Берестов. Дорогая? Он, видимо, не знал, что сказать. В это время, раздвинув графины и тарелки, лакей поставил на стол большое блюдо с румяными, поджаренными кусочками мяса, сосисок, грибов и почек, эффектно проткнутых крошечными серебряными шпагами и осыпанных тонкими соломинками жареного картофеля. Дуси, благоразумно выждав первые моменты умиротворяющего насыщения, сказал Берестов. Дуси, я вам все объясню. Что собрался он объяснять? Он и сам не знал. Он не знал, что говорит о жене все время только потому, что именно о ней-то говорить и не надо. А еще, может быть, потому, что, говоря о ней и вдобавок так дружелюбно, он как бы включает ее в их веселое содружество и не чувствует себя уже таким подлецом, который наврал, что идет в церковь и там же, где-нибудь, закусив хорошенько, пройдется пешком. Надо же от этого подлеца отмежеваться хоть тем, что тот подлец про жену разговаривать не посмел бы, а он вот не таков. Но да все это так сложно, что и самому-то не понять. Так уж где же толком объяснить этому чудесному притихшему чудищу, жующему малиновым масляным ртом хрустящий картофель? Самому Берестову и есть уже не хотелось. Большой, толстый, уныло подняв рыжие брови, он смотрел на милое чудище, как оно глотает, и глотал вместе с ним пустым своим ртом. Но говорить все-таки надо. Дорогая, я скажу вам всю правду. Конечно, я очень привязан к жене, то есть Катерине Николаевне. Опять застонала Дуси. Нет-нет, я только объясню. Мы женаты двенадцать лет. Это уже не увлечение и не страсть, это испытанная, прочная дружба. Мне пятьдесят лет, дорогое моё дитя, ей больше сорока. У меня подагра. Простите, что говорю на такие неинтересные темы, но так уж к слову пришлось. Да, словом, пора, как говорится, на зимние квартиры. Она женщина добрая, беззаветно преданная, энергичная, сильная, здоровая. Без её помощи я пропаду. Это, так сказать, мудрая страховка от тяжёлых, одиноких страданий, которые ждут уже тут где-то, за дверью. Выдуся мой праздник, мой тайный глоток шампанского, нужный глупому мужскому сердцу, чтобы оно не задохлось. А ведь я вам... К чему себя обманывать? Я вам не нужен. Вы танцовщица, у вас искусство, и флирты, и радости, и перед вами ещё огромная жизнь. А Катя — это кусок, зарытый старым псом, про чёрный день. Настанет чёрный день, пёс его и отроет. Не протух бы он к тому времени, этот ваш пёсий кусок, — проворчала Дуся и, вынув зеркальце, стала пудрить нос. — Алло, я слушаю. Кто говорит? — отвечал незнакомый голос. — Говорит сестра Александра Ильича Берестова. Он нездоров и поручил мне просить вас навестить его. Когда бы вы смогли прийти? — Ой, бедненький, а он давно болен. — Что с ним? — запищала Дуся. — Острый припадок подагры. — Давно. Уже недели две. Придёте? — Ну, ещё бы. — Ой, бедненький, я ведь и не знала. — Ну, как было не сказать. Сейчас же прибегу. Через полчаса Дуся звонила у дверей Берестовых. С того самого несчастного завтрака уже больше месяца тому назад она его не видела. Он заходил раза два, да всё не заставал её дома. Потом притих. Вот, оказывается, заболел. Теперь, значит, страховка на сцену. Собственно говоря, незачем было её Дусю и беспокоить. Открыла русская горничная. — Пожалуйте. Вас ждут. Сестрица ихние только что ушли. — А барыня дома? — Катерина Николаевна. — Нет. Барыня, верно, к обеду придут. Пройдите сюда. Они в спальне. Первое, что увидела Дуся, была подушка. И на ней что-то огромное, круглое, забинтованное. Господи. Голова. — испугалась она. Но это была не голова, а нога. Потому что в другом конце кровати, на другой подушке, приподнялось, улыбаясь и морщить, жёлтое, плохо бритое, отёкшее лицо. Улыбнулась, сморщилась и опустилась. — Обойдите сюда, деточка. Спасибо, что пришли. Простите, что позвал. Скучище. Сестра Вера, добрая душа, приходит иногда поразвлечь. Вы представить себе не можете, как эта боль иногда донимает. Прямо рвёт, словно клещами. Две недели лежу. Ужас. А где же Катерина Николаевна? — Да вы садитесь, деточка. Что же вы стоите? — Катя, здорова. Спасибо. — Садитесь сюда, чтобы я вас лучше видел. — Да так, вот насчёт боли. Днём ещё туда-сюда, а ночью прямо не знаешь, что и делать. Ночь долгая. Тянется, тянется. То погасишь лампу, то зажёшь, то погасишь, то зажёшь. Ой, конечно, хорошо бы при парке горячее. Ну да где же ночью? И одиночество замучило. Посторонним показываться не хочется в таком виде. Это я сам не знаю, почему вдруг осмелел и вас вызвал. А что же, Катерина Николаевна? Где она? Катя? У Кати днём всегда масса дел. То магазины, то уроки рисования. Она что-то вдруг полюбила живопись. Женщина живая, энергичная. Весь день бегает-бегает. Еле к обеду поспевает. Ну а ночью? Почему же она ночью не может вам эти самые припарки и всё такое? Отёкшее лицо не то успехнулась, не то сморщилась. Ну что вы, дорогая, говорите, как ребёнок. Женщина целый день бегает. Ей ночью спать надо. Женщина сильная, здоровая. Ей спать надо. А я по двадцать раз в ночь лампу зажигаю. Она ездит ночевать к брату в Сен-Клу. Ночевать в Сен-Клу? Почему в Сен-Клу? Голос у Дуси задрожал и сорвался. Ей воздуху нужно. А я Сквознякова боюсь. И всю квартиру мазями продушил. Она женщина здоровая и сильная. Ей нужен воздух и здоровый сон. Так вот, оказывается, что пока я болен, ей здесь абсолютно не годится сидеть. Он пристально посмотрел на Дуси на лицо, вдруг словно похудевшее, на непривычно тихие глаза, на удивлённо приоткрытый рот. Да, деточка, вздохнул он. Жизнь не роман. Жизнь требует мудрого расчёта и благоразумия. Иначе мы бы с вами натворили ерунды. Хорошо, что у меня голова трезвая. Что же вы молчите? Теффи. Атмосфера любви. Рассказ. Начало той истории, которую я хочу вам рассказать, довольно банально. Дама позвала к себе в гости тех людей, которые, по её мнению, её любят и поэтому никаких неприятных моментов ей не доставят. Собрать таких людей, между прочим, вовсе не так-то просто. Но вот вы, например, знаете, что такой-то Иван Андреевич очень многим вам обязан. Но чувствует ли он к вам благодарность? Это ещё вопрос. Может быть, именно терпеть вас не может за то, что многим вам обязан. Разве этого не бывает? И вот та дама, о которой идёт речь, долго обдумывала и решила, что позвать можно только тех, кто отдал ей когда-то кусок души. Человек никогда не забывает того места, где зарыл когда-то кусочек души. Он часто возвращается, кружит около, пробует, как зверь лапой, поскрести немножко сверху. Это, впрочем, касается скорее мужчин. Женщины-существа неблагодарные. Человека, который от них отошёл, редко вспоминают тепло. О том, с которым прожили лет пять и прижили троих детей, могут отозваться примерно так. И этот болван, кажется, воображал, что я способна на близость с ним. Мужчины относятся благодарнее к светлой памяти прошедшего романа. Итак, дама, о которой идёт речь, решила пригласить четырёх кавалеров. Двое из них принадлежали её прошлому, один – настоящему, и один – будущему. Первый из, принадлежащих к прошлому, был никто иной, как разведённый муж этой самой дамы. Когда-то он очень страдал, потом переключил страдания на безоблачную дружбу, женился. И когда новая жена надоела, опять переключился на умилённую любовь к прежней жене. Выражалось это в том, что он приходил к ней иногда завтракать и дарил ей десятую часть на национальную лотерею. Звали его Андреем Андреевичем. Второй из прошлой жизни был тот, из-за которого пришлось развестись. Он был давно переключён на дружбу, однако полную обожание и благодарность за незабываемые страницы. Конечно, с его стороны. Его приглашали в дождливую погоду для тихих разговоров и чтения вслух. Он умел красиво говорить, он играл на гитаре, вздыхал и брал взаймы небольшие суммы. Звали его Сергей Николаевич. Принадлежащий настоящему был Алексей Петрович. Как и полагается герою текущего романа, он был подозрителен, ревнив, всегда встревожен, всегда готов закатить скандал. Словом, в его чувстве сомнений быть не могло. Человек будущего был данцер Вовочка. Вовочка ещё был в стадии мечтаний и желаний в эпохе комплиментов и моментов. Он был чрезвычайно мил. Словом, вся эта компания, весь мажорный аккорд из четырёх нот обещал быть приятным, радостным, поднимающим настроение и дающим сознание своих женственных сил. А у каждой женщины известных лет, которые, вернее, было бы назвать неизвестными, бывают такие настроения, когда нужно поднять бодрость духа. А ничто так не поднимет этот упавший дух, как атмосфера любви. Чувствовать, как тобой любуются, как следят за каждым твоим движением влюблённые глаза. Тогда всё в чуткой женской душе. Прибавленные за последние дни два киловеса и замеченные морщины в углах рта исчезают. Выпрямляются плечи, загораются глаза, и женщина смело начинает смотреть в своё будущее, которое сидит тут же, подрыгивает ногой и курит папироску. Итак, дама, о которой идёт речь, звали даму Марья Артемьевна, пригласила этих четырёх кавалеров к обеду. Первым пришёл олицетворяющий настоящее Алексей Петрович. Узнав, кто ещё приглашён, выразил на лице своём явное неодобрение. Странная идея, сказал он. Неужели эти люди могут представить какой-нибудь интерес в обществе? — Впрочем, это дело ваше. Он стал задумчив и мрачен, и только имя Вобочки вызвало на лице его улыбку. Милый молодой человек, и вполне серьёзный, несмотря на свою профессию. Марья Артемьевна немножко как будто удивилась, но удивления своего не выказала. Словом, всё обещала идти как по маслу, и началось действительно хорошо. Бывший муж принёс конфеты. Это было так мило, что она невольно шепнула ему «Мерси, котик». Второй представитель прошлого, Сергей Николаевич, принёс фиалки. И это было так нежно, что она и ему невольно шепнула «Мерси, котик». Вобочка ничего не принёс, и так мило сконфузился, видя эти подарки, что она от разнеженности чувств шепнула и ему тоже «Мерси, котик». Но словом, всё было прелестно. Конечно, Андрей Андреевич покосился на фиалки Сергея Николаевича, но это было вполне естественно. А Сергея Николаевича покоробило от конфет Андрея Андреевича. И это было вполне понятно. Разумеется, Алексею Петровичу были неприятные и цветы, и конфеты, но это вполне законно. Вовочка надулся. Но это так забавно. Пустяки. Пусть поревнуют. Тем веселее, тем ярче. Сели за стол. Зелёный ищи с ватрушками. Коньяк, водка. Все разогрелись, разговорились. Марья Артемьевна розовая, оживлённая, думала. Какая чудесная была у меня мысль позвать именно этих испытанных друзей. Все они любят меня и ревнуют, и это общее их чувство ко мне соединяет их между собой. А ватрушки сыроваты. Вдруг заметил Алексей Петрович, представитель настоящего, и даже многозначительно поднял брови. Да, добродушно подхватил бывший муж. Ты, манюрочка, уж не обижайся, а хозяйка ты никакая. Ну, ничего, ничего. Нечего. Весело остановила их Марья Артемьевна. Вовсе они не так плохи. Я ем с большим удовольствием. Ну, это ещё ничего не значит, что вы едите с удовольствием. Довольно раздражённо вступил в разговор Сергей Николаевич, тот самый, из-за которого произошёл развод. Вы никогда не отличались ни вкусом, ни разборчивостью. Женщины вообще, вдруг вступил в разговор Вовочка, запнулся, покраснился и смолк. Ну, господа, какие вы правосердитые, рассмеялась Марья Артемьевна. Ей хотелось поскорее оборвать этот нудный разговор и наладить снова нежно-уютную атмосферу. Но не тут-то было. Мы сердитые, спросил бывший муж. Обычная женская манера сваливать свою вину на других. Подала сырое тесто она, а виноваты мы. Мы, оказывается, сердитые. Но Марья Артемьевна всё ещё не хотела сдаваться. Вовочка, сказала она, кокетливо улыбаясь представителю будущего. Вовочка, неужели и вы скажете, что мои ватрушки нельзя есть? Вовочка под влиянием этой нежной улыбки уже начал было и сам улыбаться, как вдруг раздался голос Алексея Петровича. Масье Вовочка слишком хорошо воспитан, чтобы ответить вам правду. С другой стороны, он слишком культурен, чтобы есть эту ужасную стряпню. Надеюсь, дорогая моя, вы не обижаетесь. Вовочка нахмурился, чтобы показать сложность своего положения. Марья Артемьевна, заискивающая, улыбнулась всем по очереди и обед продолжался. Ну вот, бодро и весело говорила она, надеюсь, что этот матлот из угрей заставит вас забыть о ватрушках. Она снова кокетливо улыбалась, но на неё уже никто не обращал внимания. Вовочка, тихонько сказала она, вам нравится? Это моё жабо, я его надела для вас. Вовочка чуть-чуть покосился на жабо, буркнул, толстит шею и отвернулся. Ничего нельзя было с ним поделать. А те трое окончательно сдружились. Хозяйка совершенно перестала для них существовать. На её вопросы и почивание они не обращали никакого внимания. И раз только бывший муж спросил, нет ли у неё минеральной воды, причём назвал её почему-то Сонечкой, и даже сам этого не заметил. Они, эти трое, давно уже съехали с разговора о банковских делах на политику и очень сошлись во взглядах. С политики переехали на анекдоты, которые рассказывали друг другу на ухо и долго и громко хохотали. Потом им надоело шептаться, и Андрей Андреевич сказал Марье Артемьевне, «А вы, душечка, пошли бы на кухню и присмотрели бы за кофе, а то выйдет как с ватрушками, а мы бы здесь пока поговорили, удивляюсь, как вы сами никогда ни о чём не догадываетесь». И все на эти слова одобрительно загоготали. Марья Артемьевна, очень обиженная, ушла в спальню и чуть-чуть всплакнула. Когда она вернулась в столовую, оказалось, что гости уже встали и, отказавшись от кофе, куда-то очень заторопились. «Мы хотим ещё пройти на Монпарнас, куда-нибудь в кафе, подышать воздухом», – холодно объяснил хозяйке Алексей Петрович и глядел куда-то мимо неё. Весело и громко разговаривая, стали они спускаться с лестницы. «Вовочка!» – почти с отчаянием остановила Марья Артемьевна своего данцера. «Вовочка! Ещё рано! Останьтесь!» Но Вовочка криво усмехнулся и пробормотал. «Простите, Марья Артемьевна, было бы неловко перед вашими мужьями», – и бросился в прискочку вниз по лестнице. «Простите, Марья Артемьевна, было бы неловко перед вашими мужьями». «Простите, Марья Артемьевна, было бы неловко перед вашими мужьями». Вовочка для культуры.